Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Сегодня поговорим о не совсем типичной теме нашего канала, но полезной для почти каждого мужчины, о финансовой грамотности. Ну что ж, друзья, поехали! Когда речь заходит о подобных вещах, сразу отовсюду набегает огромное количество коучей, которые продают тебе курсы, курсы по инвестициям, по всему остальному. Если честно, к инвестициями я отношусь скептически и не считаю их основоположниками какой-то финансовой грамотности. И об этом позже, друзья. Если вы фанат инвестиций, напишите об этом в комментариях. У нас уже было интервью с одним инвестором, где все-таки мы выяснили, что недвижимость – лучшая инвестиция. Давайте начнем с того, что же такое финансовая грамотность и кто же такие финансово грамотные люди. Возьмем двух, допустим, молодых людей. Одного пускай зовут Антон, а второго зовут Олег. Антон и во всем экономит. Антон все деньги сразу кидает в копилки, в инвестиции. Он покупает себе доширак по акции, работает на двух работах. Живет прям в режиме тотальнейшей экономии. У него на счетах скопилась уже сумма достаточная для покупки квартиры, но он ее не покупает, потому что даже какие-то траты в виде похода в ресторан или покупки себе, я не знаю, дорогого какого-нибудь велосипеда или айфона, его повергают в ужас. Но деньги у него есть. Второй, который Олег, допустим, у него была бизнес-идея, он взял несколько кредитов, бизнес прогорел, он там часть продал машину, часть долгов закрыл, у него долги какие-то остались. Он в банках все платежи себе расписал, договорился о реструктуризации долгов, работает, у него хватает денег. Сейчас там серия на квартиру и еду, он знает, что за три года он выплатит все долги и после этого сможет уже опять с хорошей кредитной историей попробовать снова. Кто из них в большей степени финансово грамотный? Для большинства людей, наверное, первый, потому что у него есть деньги, и это все считается каким-то вау-достижением. Да нет, друзья. Финансовая грамотность — это умение планировать и распоряжаться деньгами. И на самом деле более грамотный второй, который Олег. Почему? Потому что он знает, что деньги — это инструмент, он спокойно с ним работает. Да, сейчас есть какая-то неудача, но у него есть четкий и понятный план. А вот первый просто живет в режиме тотального накопления, и такие люди тоже есть. Но они этими деньгами зачастую даже не пользуются в той степени, в которой могли бы. И у них просто одна цель — максимально себя врезать и копить. Хорошо ли это? Я с этим не согласен. Я считаю, что качество жизни не должно сильно просаживаться, не должно сильно страдать. И мы сейчас с вами будем разбираться с тем, как же нам плавно увеличивать свою финансовую грамотность. Я этот путь проходил в свое время, тоже ходил на огромное количество обучений. И, наверное, основное, оно все-таки даже не нужно какого-то огромного количества коучей и обучений для того, чтобы понять, что все начинается всегда с первого шага. Первый шаг у нас, если вам не хватает денег или вы понимаете, что вы их не контролируете, — это учет. Что в бизнесе, что в личных финансах. То есть если бизнес терпит убытки, да, компанию нужно вывести из кризиса, что делается первым делом? Там проводится аудит и смотрится, куда утекают деньги. Вот для меня было невероятно полезным начать вести таблицу. Заводите табличку в Excel, то есть можете все свои траты за день, прям не лениться, выписывать отдельно в заметки в телефоне и раз в неделю все забивать в Excel. Заведите себе в таблице категории. Это несложно сделать. Категория дом, категория хобби, хостовары, рестораны, кафе. Да все, что хотите. Вот все, что у вас туда уходит. Да, вот все вы туда выписываете и прям все платежи записываете, подбиваете туда. Это скоро войдет в привычку. Поначалу у вас будет это бесить, вы будете забывать, потом тратить несколько часов на то, чтобы поднять все эти чеки. Здесь вопрос вашей дисциплины. Легко ничего не бывает, главное научиться их вести. Когда у вас пройдет месяц, вы уже увидите, что допустим, нифига себе, сколько я потратил просто на обеды где-то на работе. Что я на обеды на работе тратил 20-25 тысяч в месяц. Вы начнете готовить дома и брать это с собой. Отсюда вы сможете найти отправную точку, куда утекают ваши личные финансы. Я прекрасно знаю, как работают комментарии в YouTube. И, соответственно, сейчас будут комментарии о том, что все наши смотрящие нас получают 10 тысяч рублей, выживают и просто там взбивают голубей камнями с веток, чтобы выжить. Мы не берем сейчас ту ситуацию, когда вы находитесь за чертой крайней бедности и нищеты. Поэтому, друзья, здесь мы говорим о том, что вы зарабатываете деньги, но вам их не хватает и вы начинаете уже регулировать финансовые потоки. Второе. Что мы должны сделать? Мы должны составить четкий и понятный план. Колько нам нужно денег, на что, когда и что вы хотите. Желание иметь много денег, которое звучит из каждого угла, оно так не работает. Я хочу много денег. Ну, у тебя их и не будет. Ну, потому что ты не родился в нужной семье, не вышел замуж или, там, точнее, да, наверное, в случае с богатыми людьми не вышел замуж за того, кого нужно. И все. Ну, не повезло тебе. Теперь тебе нужно учиться и нужно планировать свои бюджеты. Напишите понятные, конкретные цели. Хотите вы машину, хотите вы квартиру, хотите вы новый ноутбук. Поставьте цели. Конечно, не надо писать туда яхты, самолеты, суперджеты. Ну, это цель для многих из нас недостижима. Ничего в этом страшного нет. Поставили цели. Что мы делаем дальше? Очень важно, друзья, начать копить. Копить можно начать и по чуть-чуть, и помаленьку, просто вот понемножку. Есть у вас цель, там, машины, еще что-то, хорошо. Вы начинаете копить. Вот у меня, допустим, к карте подключена опция автокопилка. То есть 5% от всех поступлений на карту падают на счет, туда, в автокопилку, и там уже лежат. Самое главное здесь и сейчас, нам накопить первые деньги. Первыми деньгами будет ваша подушка безопасности. И это тоже базовый элемент финансовой грамотности. Многие люди, для меня это было таким шоком и откровением, когда я узнал, что у них там до зарплаты кончаются деньги. Что им их не хватает. И это же дело не то, что даже в зарплате. Вот ставят два сотрудника с одинаковой зарплатой. Они оба приезжие, то есть оба снимают квартиру. Нет, да, каких-то сильно ключевых разниц. Но один нормально живет, я смотрю, что где-то на машину накопил, машину себе купил. А второй постоянно ходит у всех стрелять деньги за неделю до зарплаты. Проблема не в зарплате. Такому сколько денег не дай, у него никогда их не будет. Он всегда их будет спускать куда-то. И дело, сумма не изменит. Он просто будет делать кучу ненужных трат. И об этом дальше. Соответственно, друзья, здесь очень важно начать копить. И накопить себе как минимум, как минимум, вот самый минимум, три своих месячных заработок. Если есть возможность по 15-20% откладывать от зарплаты, и побыстрее накопить эту сумму, будет супер. Вот вы накопили себе подушку. Если есть дети, подушка должна быть больше. Но вот три-пять месячных своих окладов вы обязательно должны накопить. По-любому. Потому что это будет ваше внутреннее спокойствие. Что если вы заболеете, вам будет чем оплатить квартиру, какие-то кредиты и все остальное. То есть всегда она должна лежать как МЗ. Это заначка. Это сильно упрощает вам жизнь. Даже элементарно вы становитесь увереннее на работе. Если вы знаете, что вы на год свои траты... Вот у вас есть сейчас зарплата 100 тысяч? У вас лежит миллион. Это ваша вот подушка. И вы уже знаете, что вы даже если сейчас вы будете не согласны с руководителем, в чем-то или вас будут ущемлять, вы уйдете, вы сможете полгода искать новую работу. И вы ее найдете. И вы спокойно, у вас будет на что жить. У вас прикрыты тылы. Это очень важно накопить подобную сумму. Дальше. Накопили мы немножко денег. Распределили мы свои финансы. Мы уже научились копить. Все супер. Что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем с этими деньгами что-то делать. Возьмем сумму в миллион для удобства подсчета. Если мы снимем сумму в миллион рублей, положим ее под подушку, то ничего с ней не произойдет. Ее будет потихонечку сжирать инфляцией. И через 10 лет мы уже на этот миллион пойдем там, грубо говоря, купим себе, не знаю, булку хлеба. Образно. Деньги должны работать. Тут у нас врываются в чат все эти инвест истории. Как мне всегда это мне очень часто мне приходят с этими предложениями инвестиций, с этим входом в тему биткоинов, там еще что-то, все остальное. Все херня. Вот можете спорить, можете написать об этом в комментариях. Инвестиционный бум он был, когда люди на этом хорошо зарабатывали. Он в нашей стране был, когда эти рынки росли, никогда люди на этом реально могли заработать. Это было лет 5-6 назад. Сейчас какие инвестиции? Зарубежные компании? Мы все видим политическую ситуацию. Никаких инвестиций. Вас завтра там могут блокнуть. Мосбиржа? То же самое. Она не самая стабильная. Российские компании, там, Газпром, Лукойл, там, Роснефт. Ну, окей. Ну, и то здесь я не вижу смысла там держать деньги. Почему? Сейчас под 18% ключ скоро поднимут. Еще выше, я уверен, что его поднимут ключ. Соответственно, если тоже с этим не согласны, напишите. Ключевую ставку поднимают. Вклады растут. Да проще миллион положить в банк под 18%, и он будет просто у вас хотя бы держаться в том же уровне с инфляцией. Все. Как только вы накопили больше, если у вас 5 миллионов, у вас и сумма растет, которая вам капает уже с этих 18%, и вы уже можете эти деньги вложить, часть этих денег вложить в бизнес, вложить еще куда-то. Можете снять их с банка, купить себе, там, не знаю, золото себе купить. Пускай оно лежит. Хотя я считаю, золото не самая лучшая инвестиция, если честно. Но тем не менее, у вас уже появляется вариативность. Это не значит, что всем нужно золото покупать, а как пример. То есть, чем больше эта сумма, тем больше у вас появляется вариантов. Для вас сейчас, для многих ребят, может звучать сумма там и миллион, и 5 миллионов, неподъемной и фантастической. Ничего в этом фантастического нет, друзья, если грамотно распоряжаться финансами. Я знаю, как и руководители компании, которые все свои деньги просто всаживают на развлечения, там, миллионы в месяц, у них вообще ничего нет. Как знаю ребят, кто работает на обычных работах, и они себе там к 40 годам уже имеют и дачу, и машину, и ни одну, и квартиру, и все у них есть, и все нормально. Тему кредитов, ипотек и всего прочего. У нас сейчас бунт такой, что у нас в постсоветском пространстве все считают, что квартира – это твой такой прям признак состоятельности, что если у тебя есть квартира, то ты состоялся. Ну, опять же, цены на недвижимость постоянно растут. Если бабушки, дедушки не умирают, тебе наследство не капает. Если как бы вот этого всего нет, где тебе взять квартиру? Все берут ее там в ипотеке, и в принципе, конечно же, в этом смысл есть. Смысл есть ипотеки в каком ключе? В том, что ты берешь квартиру, она все равно дорожает, пока ты платишь, инфляция растет, у тебя платеж соразмерно, да, покупательской способности денег уменьшается. Смысл есть. Я не спорю. Но, к примеру, твоя ли квартира в ипотеке? Все равно нет. Есть ли у тебя возможность накопить на квартиру без ипотеки? У большинства людей нет, и для них это остается единственным выходом. Сейчас ставки тоже высокие, и брать ипотеку сейчас я бы со своей позиции не рекомендовал. Я бы советовал ждать, пока ключ будет все равно повышаться, ставки будут расти еще больше, и в любом случае очередные субсидии будут введены. В тему субсидий, кстати, небольшая ремарка. Я считаю самым большим злом нашей экономики это льготную ипотеку. Напишите в комментариях, согласны вы с ней или нет, но льготная ипотека это то, за что расплачиваться будут наши дети и наши внуки, и немногие люди это понимают. Опять же, давайте подискутируем в комментариях под этим видео. Окей, взяли вы ипотеку, у вас есть уже регулярные платежи. Это же по факту кредит ипотечный. И многие люди, я слышал такие истории, что кредит это зло. Вот у меня, мне 30 лет, и я ни разу не брал кредит. Я их постоянно беру, мне нравятся кредиты. Кредиты очень классная вещь. Кредиты вас дисциплинируют. Вот хотите вы купить себе, допустим, машину. Ну нет у вас сейчас денег. Да, хорошо. Или они есть, но вы не можете копить. Ну все бывает. Ну какие-то причины. Мы берем кредит стоимостью там 2-3 миллиона, и потом мы его гасим. Вот у меня, допустим, если висит какой-то кредит, я не могу вот тут, чтобы он просто висел. И ты его начинаешь как можно быстрее закрывать. У тебя появляется стимул для того, чтобы экономить больше, закрыть кредит, и потом твой уровень жизни опять возвращается на нужные тебе рамки. То есть мы должны и сохранять нормальный уровень жизни, и использовать кредиты как мотивацию к тому, чтобы закрыть, как способ получить что-то здесь и сейчас. Опять же, недавно дорожали очень сильно автомобили. Глупым ли было бы решение взять машину в кредит, и закрывать его платежами там X2? Да нет, ты в 2 раза быстрее его закроешь. Да, ты переплатишь, но учитывая скорость подъема цен, ты все равно в плюсе. Поэтому мы всегда должны считать, друзья. Просто считать свои финансы и прогнозировать. Если здесь и сейчас вам нужен кредит, нет ничего плохого в том, чтобы его взять. Кредиты это инструмент. Для некоторых людей кредиты становятся проблемой, потому что они их набирают со всех сторон, и потом не знают, что им с ними делать. И их начинают кредитные платежи давить. Почему это происходит? А у них не было таблички из шага один. Когда ты берешь и видишь то, что у меня свободных денег остается 20 тысяч. Вот у меня даже кредитная нагрузка должна быть 20-25 тысяч, чтобы я в нее комфортно входил. Потому что если кредитная нагрузка будет 150 тысяч, то ты в нее никак не войдешь, ты в них захлебнешься. Нам нужно все считать. Ну что ж, друзья, это такие базовые, самые базовые моменты. Я знаю, что спорить можно здесь много. Давайте поспорим, это поможет нашему видео и нашему каналу. Но и также хочу напомнить, что отличным доказательством моей собственной финансовой грамотности будет то, что вы купите косметику на наших маркетплейсах. Поэтому, друзья, переходим обязательно по ссылочкам в описании. Грамотность в душе и в голове это здорово, но сверху, снаружи мы должны тоже быть ухоженными для того, чтобы производить приятное впечатление. Поэтому выбираем косметику, обязательно переходим на маркетплейсы. А если вы хотите постричься, то ссылочка barbarossa.top. Выбираем филиал, стрижемся. Ну что ж, друзья, пишем комментарии, ставим палец вверх и до встречи в следующих выпусках.